Здравствуйте, уважаемые коллеги, меня зовут Никитин Вадим, я являюсь специалистом по эксплуатации оборудования научно-производственного предприятия «Динамика». Сегодня я расскажу о том, каким образом производить проверку циклов АПВ микропроцессного терминала при помощи прибора RITOM-21. Перед началом проверки цикла АПВ нам необходимо собрать схему, для этого мы контакт выходного реле прибора RITOM-21К3 подключаем ко входам терминала, тем самым он будет у нас имитировать работу автоматического выключателя. Нормально открытый контакт реле К3 будет подключаться на вход терминала РПО, нормально замкнутый контакт К3 будет подключаться к входу терминала РПВ. Для того, чтобы у нас производился замер времени цикла АПВ, нам необходимо подключить контакт К1 ко входу терминала команда «Отключить» и К2 ко входу терминала команда «Включить». То есть по срабатыванию защиты МТЗ у нас будет начинаться отсчет времени по замыканию контакта К1, а остановка будет осуществляться по команде «Включить», который будет заведен на контакт К2. Дополнительно для запитывания терминала и цепей РПО и РПВ мы можем использовать источник постоянного напряжения У1, плюс данного источника мы заводим на центральную точку управляемого реле К3, а мин уже заводится непосредственно на терминал. Что касаемо тока срабатыванием ТЗ, то мы будем использовать источник 2, у которого диапазон регулирования тока достигает вплоть до 10 А, также можно использовать источник 3, у которого диапазон регулирования тока может достигать до 700 А. Далее мы должны запрограммировать режим работы прибора для проверки циклов АПВ. Заходим в главное меню прибора, нажимаем «Кодер», выбираем режим установки, выбираем режим управления контактом К3 и выбираем режим работы данного реле «Цикл АПВ». Далее, несколько раз нажав кнопку сброс, возвращаемся к главному окну измерителя. Для того, чтобы производить измерение тока и времени, нам необходимо на экране измерителя выставить необходимые для нас параметры. Для данной проверки необходимы будет ток источника 2 и время. Время мы уже наблюдаем на экране. При помощи кодера меню мы выбираем, соответственно, ток И2 и будем видеть замеры выдаваемого тока на экране измерителя. Вначале нам необходимо будет выставить ток, достаточный для того, чтобы у нас отработала нужная нам ступень МТЗ, от которой будет пускаться цикл АПВ. Далее нам необходимо будет выбрать режим выдачи тока источника 2. Нажатием на кодер управления мы выбираем диапазон и выбираем режим от 0 до 10 В. В этом режиме данный источник способен выдавать ток вплоть до 10 А. Так как уставка данного терминала составляет 5 А первой ступени МТЗ, то данная ступень будет работать и тока будет достаточно для срабатывания данной ступени. Далее мы включаем тумблер пуск и начинаем повышать ток до срабатывания. Вращая кодер, мы видим, что ток у нас повышается. И при токе 5 А, как видим, у нас спустился секундомер, это означает, что у нас данная ступень отработала. Далее мы отключаем тумблер пуск и повторно запускаем источник для того, чтобы скачком выдать ток 5 А и замерить время включения цикла АПВ. То есть я отключаю тумблер, сразу же, как у меня запустился секундомер, я его отключаю и убеждаемся, что у нас время срабатывания АПВ составляет 5 секунд 78 миллисекунд. В уставках терминала время задано 5 секунд, что соответствует замеренному нами времени. Далее, как мы видим, на экране у нас появилась фиксация. Результат зафиксировался для того, чтобы мы могли данный результат времени записать, поместить его в протокол. Далее я нажимаю кнопку сброс для того, чтобы вернуть прибор в исходное состояние. При необходимости есть возможность замера 2, 3 и более циклов АПВ. Для проведения измерения времен данных циклов вам необходимо повторно включить тумблер-пуск и произвести замеры времен соответствующих циклов. Алгоритм измерения точно такой же. Вот, дорогие друзья, мы ознакомились с тем, каким образом можно проверять цикла АПВ при помощи прибора Литон-21. Как видите, сложно здесь ничего нет. Спасибо вам большое за внимание. Продолжение следует...